Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске древние города Западной Армении. Баяц. Процесс делимитации с Арменией не должен повлиять на статус Арцаха. Артак Бегларян, председатель Национального собрания Арцаха и посол Республики Армения в Ливане обсудили перспективы сотрудничества Армении Арцах диаспора. Я разочаровываю реакции международного сообщества предводитель арцахской епархии. Знаменитые дети Западной Армении Симя Балян. Армянский патриархат Иерусалима принял раненых в ходе 44-дневной войны военнослужащих. По решению правительства Армении создан историко-культурный заповедник Ахцк. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Город-крепость Баяс расположен в Киликии Западной Армении. Сведения о ней скудны. В конце XII века владелец Баяса считался одним из князей Киликийской Армении. В том же веке в Баясе вспоминают церковь Святой Ас-20 рынок и баню. В конце XIII века, попав под господство и наземных захватчиков, она пришла в упадок. Крепость процветала в XVIII веке. В конце XIX и в начале XX веков Баясе проживало около 5000 армян, занимавшихся ремеслами и торговлей. Армяне Баяса были депортированы во время геноцида армян 1915 года. Большинство из них были перебиты турками по дороге в изгнание. Около 300 армян, вернувшихся из ссылки, жили в Баясе после Второй мировой войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с проблемными заявлениями, в ответ на который государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян написал, процесс делимитации с Республикой Армении не должен повлиять на статус Республики Арцах. Ведь арцахский конфликт не с Республикой Армении, а с Арцахом. Конфликт не урегулирован, с чем согласен весь мир. И если Азербайджан хочет закрыть страницу конфликта, уточнить статус Арцаха, он может осуществить процесс делимитации с Республикой Арцах, одновременно возвращая наши оккупированные территории и признавая нашу независимость. Основным принципом урегулирования конфликта является полная реализация права народов на самоопределение. Еще одним важным принципом международного права является неприменение силы, которая также грубо нарушилась и нарушается Азербайджану. Делегация во главе с председателем Национального собрания Арцаха Артуром Товмассианом в Бейруте встретилась с послом Республики Армения в Ливане Вагнем Атабакяном. В ходе состоявшейся встречи были обсуждены волнующие армян вопросы перспективы сотрудничества Армении Арцах-Диаспора. Делегация Всемирного совета церквей в Армении встретилась с предстоятелем Арцахской епархии Армянско-апостольской церкви епископом Вартанесом Абрамяном в Первопрестольном Святомич-Меотине по приглашению армянского фонда круглого стола Всемирного совета церквей. Представители организации находятся в Армении в рамках миссии паломничества, справедливости и мира. В начале встречи исполнительный директор фонда Карен Назарям представил катастрофические гуманитарные последствия 44-дневной войны 2020 года и военные преступления, совершенные Азербайджаном, разрушение культурных и религиозных памятников во время войны. Епископ Вартанес Абрамян также сказал, что разочарован реакцией международного сообщества на Арцахскую войну. Делегация посетит мемориал памяти жертв геноцида армян и примет участие в литургии в церкви святого Григория Просветителя. Подпись Балян можно увидеть под всеми известными зданиями Константинополя. Семья Балян известна в Западной Армении как самая известная в османской архитектуре XIX века. Баляны были архитекторами на протяжении четырех поколений. Почти столетия эти архитекторы один за другим вели влиятельную жизнь. Они получили образование в Европе, а когда в империю вошла в моду европейская архитектура, они стали мастерами своего дела. Мечеть Нусретия Топханя, башня Баязет, крепость Бешкишташ, крепость Султана Валидеар Навудского, а также Армянская церковь Пресвятой Богородицы в Артавском районе. Армянский патриархат Иерусалима приветствует шестерых солдат, раненых в ходе 44-дневной войны и сопровождающих их персонал. Об этом говорится на странице в Facebook начальной канцелярии армянского патриархата Иерусалима Корюна Бахдасаряна. Программа реализуется в сотрудничестве с армянским патриархатом Иерусалима и местным правительством, говорится в сообщении. Постановлением правительства Республики Армения 26 мая 2022 года в поселке Ахцк создан историко-культурный заповедник Ахцк. Там находятся знаменитые гробницы царей Ашакуняц IV века, где покоятся возвращенные мощи армянских царей. По оценкам, был построен в 364 году. Раскопки в окрестностях вскрыли фундамент надземной части. Следует отметить, что в Армении 14 заповедников, музеев 8 из которых являются историко-культурными заповедниками. Придерживаясь своих принципов и отношений к зрителю государственное телевидение, Западная Армения продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим, будущим, а также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западная Армения, правительства Национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения, будут еще больше расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!